Добрый день, Дукаскопи ТВ представляет вашему вниманию очередной обзор основных событий индустрии по версии Либрэйт. Алпаре объявили о том, что торговля по таким валютным парам, как евро-рубль, евро-шекель и британский фунт, турецкая лира, переходит в режим close-only. Это было бы устроено техническими трудностями, которые возникли во время торгов в четверг на прошлой неделе. В своем заявлении они не объяснили причин таких изменений. Тем не менее, Либрэйт удалось связаться с технической поддержкой Алпаре и выяснить, что данное временное отключение не связано с уровнем волатильности и спросом. Они так объяснили это Либрэйт. В четверг они столкнулись с техническими трудностями по котировкам этих пар. И в настоящее время они выясняют причину этой проблемы. Отмечен интерес мировых компаний к спредбеттингу. IronFX представили новый вид услуг для форекса и рынка драгоценных металлов. Но это касается только британских и ирландских клиентов. Такой очевидный интерес к рынку спредбеттинга ставок в Великобритании довольно большой, так как их торговая среда в основном ориентирована на контракт на разницу цен, а также на финансовый беттинг. Поэтому брокеры в основном обременены затратами на развитие и поддержку их собственных платформ. IronFX действует согласно требованиям инспекции по контролю за деятельностью финансовых организаций Великобритании. Поэтому они вправе предложить услугу спредбеттинга исключительно только для клиентов в Британии и Ирландии. Форекс-команда Сьюгден Финэншал в последнем квартале увеличила объем биржевых торгов до рекордного значения. Это произошло после того, как Питер Брукс возглавил электронную форекс-торговлю. В третьем квартале оборот торгов вырос на 24%. Это на 91% больше по сравнению с таким же периодом за прошлый год. Такая позитивная динамика также была обусловлена тем, что компании удалось расширить их клиентскую базу за счет новых клиентов. А уже существующие клиенты смогли увеличить оборот своих торгов. Они расширили свою бизнес-деятельность за счет предоставленного в сервисе премиальное награждение брокеров. Генеральный директор Сьюгден Финэншал так это комментирует. Питер Брукс обладает отличным послужным списком в Сьюгден Финэншал. Для наших розничных брокеров мы предлагаем широкий выбор товаров не для рынка Форекса. Благодаря огромному опыту Питера мы сможем добиться большого успеха в развитии этой уникальной сферы нашего бизнеса. На прошлой неделе Питер уничтожил предприятие по добыванию биткоинов, которое находится в Таиланде. Это привело к огромному снижению хешрейта и очень сильно повлияло на международную сеть виртуальной валюты. Согласно отсчету Quartz, 5-мегаваттный объект по добыче был полностью разрушен. Это очень сильно повлияло на всю сеть и валюту биткоина. Причина пожара пока еще не была установлена. Возможно, пожар был преднамеренным, учитывая то, что политисты Таиланда с недобрением относятся к этой виртуальной валюте. Однако известно, что сам процесс эксплуатации на крупных объектах по добыче биткоинов производит огромное количество тепла. Смотрели обзор основных событий индустрии по версии или проект. Очередный выпуск этой программы мы представим вашему вниманию уже завтра. До свидания.